День добрый, добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Nightmare Cooporative или Cooporative. Тут, честно говоря, я не знаю, куда поставить ударение. Итак, давайте посмотрим. Сразу же запустим. Это легче всего описать и показать, что это такое. Итак, у нас уровень, и нам на уровне нужно подойти вот сюда, к выходу. Очень-очень важно подойти к выходу. Но мы, как в любом роуглайке, когда мы двигаемся, тогда и монстры двигаются. Мы также можем собирать золото, но если мы открываем сундук, из сундука может вылезти не золото, а монстр. Мы можем собирать здоровье, мы можем собирать ману, чтобы использовать, например, для нашего мага специальные атаки или для наших лучники. Все-все-все используют ману для чего-то специального. Итак, давайте тогда пойдем. Как видите, я сделал шаг вперед. У меня оба героя двигаются в одном и том же направлении, а то есть мне нужно за этим следить. Каждый раз, когда я буду двигаться, если, например, пододвинутся влево, то пододвинется только мой воин, потому что мой маг никуда не может двигаться влево. И так мы и передвигаемся. А то есть мы идем, идем. Мы сейчас, например, можем магом ударить по вот этому воину, но воин, он не двигается, поэтому мимо него можно пройти. Было бы приятно ударить по этой вши. Так, давайте так по панки. Нет, воин решил двинуться. Ну что ж, давайте попробуем шарахнуть по нему. Отлично. А то есть мы ударили в него, не подходя к нему, не трогая его. Он нас не успел ударить, и об этом нужно очень-очень сильно думать, очень-очень важно об этом думать, потому что когда мы подходим к врагу, видите, он нас бьет. А то есть у нас ограниченное количество здоровья. Мы наносим первый удар, это нужно помнить, но если монстр выживает, все еще, то, конечно же, он может нанести тоже ответный удар. Сейчас я, например, нажал направо, а то есть атаковал не воином, а магом. И маг сделал первый удар, убил монстра. Так, хорошо, давайте я сейчас соберу ману. Сундуки открывать не буду. Так, давайте пойдем, перейдем на другой уровень. Хорошо, давайте глотну еще чуть-чуть чеку. Угу. Хорошо, теперь у нас есть спящие герои на уровне. Эти спящие герои, их можно разбудить, но нужно одного из них выбрать. Если мы разбудим этого, то другой исчезает. Так что нужно об этом всегда думать, всегда помнить. Так, давайте соберем, и пойдем вот так, соберем ману, соберем немножко золота и пройдем дальше. Я особо сейчас за хайскором не гонюсь. Мне сейчас, например, интереснее всего это пройти игру полностью. Здесь, по-моему, 12 уровней, и кажется, ну всего лишь 12 уровней. Это же просто. Как только начинается куча мала, как только начинается куча монстров, как только начинаешь путаться, куда нажать, как нажать, кем напасть, начинаются проблемы. Так что давайте сейчас пойдем. Это сейчас они словят урон. 100%. По крайней мере, один из них. Хорошо. Теперь, как это обойти? Давайте издалека ударим вот этого товарища. По крайней мере, один раз нанесем ему урон. По идее, сейчас дойти до выхода проблем особо нету. Что, давайте сейчас сделаем так. Не увернулся, называется. Далеко не увернулся. Открыл к тому же мон... Жадность. Вот что делает с людьми жадность. Вот. Хорошо. Раз монстра нету. Теперь давайте сделаем так. Давайте ударим по турели немножко магией. У мага 2 здоровья. Ну ничего, он, по идее, переживет эту встречу с людьми. Так. У воина же... У воина 3 здоровья. Так что все хорошо. Так, давайте пойдем. Мы можем собрать разные вещи. Это вещи просто в коллекцию. Это мило. Это... Не то, чтобы... Хотя, подождите. Давайте наведем мышкой на нее. Что она нам дает? Так. Chestplate. An extra max health. Хорошо. Больше здоровья. Ну, у нас меньше маны. Ну, ничего. Для воина это отлично. Угу. Хорошо. Так. Теперь у нас есть корона, которую нужно открыть. То есть, нужно сначала наступить на кнопку, чтобы ее открыть. Следующую. У нас есть парочка героев, которых мы можем взять. И у нас есть напиток здоровья, который тоже было бы приятно взять с собой. Так что давайте сделаем. Так. Так. Хорошо. Убьем этого товарища. Пойдем так. Теперь. Ммм. Открылся. Новый монстр. Ну ничего, не страшно. Так. Здесь нужно проследить за тем, чтобы... Хорошо. Мы нажимаем на кнопку один раз. Если второй раз нажать на кнопку, то, конечно же, шипы появятся. То есть, вернутся обратно на место. Так. 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 Все. Уходим, 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 уходим. Есть. Ледяные пещеры. Хорошо. Так. Смотрим. Что мне можно сделать? Наверху мана и напитки здоровья. Это очень хорошо. Хорошо. Открывать сундуки всегда не очень приятно. У нас, опять же, выход здесь. Куча монстров здесь. Улитки. Маг. Умер от улитки. Ледяной, к сожалению. Я хотел полечить всех. Не получилось. Зато у меня получилось вот этим рогом. Он умеет телепортироваться. Чудесно. Телепортировался. Все. Все. Смерть. Смерть наступила быстро и жестоко. Хорошо. А то есть, это то, куда я сейчас дошел. А, хорошо. Это не 12, а 16 уровней у нас. 4 мира. Почему-то я 3 запомнил. Может быть, потому что я 3 прошел или дошел до 3. Хорошо. И снова. И снова. И снова. И снова. И снова. Игры проходят очень быстро. Очень динамично. Особо тут мало деталей, о которых нужно думать. Нужно просто осторожно. Нужно полностью прочувствовать. Вот это движение. Полностью прочувствовать магию. Полностью прочувствовать специальные возможности наших героев. То есть, кого мне стоит собирать. Кого мне стоит открывать. Кого освобождать. И тогда будет все хорошо. Так, хорошо. Давайте тогда пойдем на выход. Есть. Есть. Отлично. И по идее эту игру можно уже достаточно быстро пройти. Но. Это если разобраться. Если разобраться. А если не разобраться и мучиться очень-очень долго. Так. Хорошо. Немножко еды. Так. Здесь я встану так. Давайте возьмем ботинки. Ё-моё. Словил рон. Ничего. А что мне ботинки делает? У воина, конечно же, волшебная опалочка жизни. Бамп атака инститивит килл монстров. Первый атака на каждой левел. Ага. Первая атака убивает монстров. А здесь. Протекти от акта и лава. Ага. Хорошо. Он может ходить по кислоте и лаве. И на поздних уровнях это очень важно. Потому что на поздних уровнях иногда выхода нет. То есть, нужно по кислоте пройти. Нужно по лаве пройти. Нужно потерять кусок здоровья, чтобы выйти из уровня. Так. Здесь у нас будет немножко сложно. Давайте сделаем так. Ё-моё. Хорошо. Давайте лучником его шарахнем. Теперь кнопочка. Есть. Не попали. Лучником в этого выстрелим. Отлично. Я открыл себе еще поле кислоты. Поле кислоты. Некоторые люди были бы рады. К полю кислоты. Так. Давайте так шарахнем. И давайте сейчас так сделаем. Так. Так. Лучник. Отлично. Угу. Я просто корону хочу взять. Давайте воином это сделаем. Амм. Кому я еще... А вот, ну, у мага будет корона. Хорошо. Но ничего. Я думаю, я успею уйти отсюда. Так. А что корона дает? Может быть, очень много золота? Да. Скорее всего, много золота. То есть, она у меня не остается в инвентаре. И все. Идем дальше тогда. Так. Ледяные пещеры. В прошлый раз я очень-очень быстро слился на ледяных пещерах. Моего воина. Три жизни. Хорошо. Давайте эту улитку убьем. Не будем особо думать. Так. Теперь. У лучника маны нету. Кого бы передвинуть к улитке поближе? Давайте вот так вот. Давайте воина передвинем. Видите тут? Это считайте пазл с передвигающимися пластинками. В котором нужно всегда разбираться. Так. Давайте ударим. Быстренько. Угу. Эммм. Черт. Мага. Маг не выживет. Скорее всего. Эти развлечения все. Хотя нет. Нет, нет, нет. Все выжили. Есть. Есть. Отлично. Так. Ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Хмм. Давайте чайку глотну. Давайте тогда посмотрим. Я хотел тихонько посмотреть. Но яйца открылись с врагами. Так. Понятно. Нужно было... Извиняюсь. Я тут уже человека потерял. Ледяные пещеры. Будьте вы прокляты. Хорошо. Так, так. Это почему в ледяных пещерах так много лавы? И почему я сейчас не могу напасть? А вот теперь. Есть. Есть. Хорошо. Ай-ёй. Я-ёй. Все, убегаем. Убегаем. Все убегаем. Б-б-б-б-б-б. Просто бежим на следующий уровень. Так Зубы это как Классно Так, давайте это яйцо взорвем Так, так Сделаем так Хорошо, то есть чем выше число На сундуке, тем Больше монстров появится или вещей Появится на уровне, хорошо Так, окей О, как раз у нас есть спящий яд Лучше всего было бы воина забрать Было бы полезнее всего Так Нет Скорее всего лучник нет, выжил Заберем воина Кто ты такой? Почему ты такой большой и страшный? Ты мне не нравишь Меня зажали, меня зажали с разных сторон Так, и тут Кристалл ледяной какой-то хороший Красивый, по крайней мере Вкусный Ага, ну-ну И снова, и снова И снова Игрушка затягивает Игрушка простенькая Кажется, кажется простенькой Но когда начинаешь Всем этим жонглировать Пытаться всеми перейти Всеми попробовать Использовать специальные возможности Тут, тут, тут можно Тут можно посидеть Тут можно поиграться Так как она такая малюсенькая И простенькая Я даже не знаю То есть она 250 рублей стоит Можно побольше игры за 250 рублей купить Скажу вам честно Но Обратите на нее внимание Может быть на скидке Можно будет купить Или посмотрите Я просто уверен Что эта игра выйдет на телефоне На телефоне В нее одно удовольствие Играть И она скорее всего Там будет подешевле Очень советую Просто зайти в Вот это вот Это считайте Как это? Дискаверис Коллекцию Да Давайте назовем это коллекцию Зайти в коллекцию Посмотреть Что делают разные вещи Что делают Разные герои Можно конечно же Во время игры почитать Но сейчас Легче всего Просто сеть Посмотреть Что это такое Что здесь происходит И как видите Я еще Некоторых героев не открыл Некоторые вещи не нашел И тут В общем Есть Есть что еще проходить Ну и целую игру Еще у меня Целый уровень не пройдет Так что Нужно будет играть Нужно будет мучиться Мило Мило Маленько Простенько Но это Это неплохо Иногда это Очень-очень даже хорошо Так что Посмотрите Может быть Если вам совсем понравилось Берите прямо сейчас Если Хочется подождать Подождите Небольшой скидки Или пока Она выйдет на телефоне На телефоне Я могу себе представить Там чудо будет играть В нее Я тогда на этом закончу Скажу вам большое-большое Спасибо за внимание И мы увидимся В следующем видео